Продолжение следует... 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 Universal Resource – это чисто мальдивская цепочка отелей. Плюс Баррис у нас входит в… Такое есть ассоциация отелей Small Luxury Hotels. Вот в эту ассоциацию, тоже международная ассоциация, очень такая, ну, хорошая такая. Вот в нее Баррис тоже входит. У нас, соответственно, да. Так, размер острова. Вот хочу по цифркам тоже пройтись. 300 на 350 метров остров. То есть представьте себе примерно. Он небольшой. Он даже, я бы сказала, скорее маленький по меркам Мальдив. И практически такой, ну, как бы он неровной формы. Кругленький, 300 на 350 метров. Вот. И уровень, еще раз подчеркну, пятерка, люкс. Очень, очень… Вы знаете, его можно назвать ботиковым. Его можно назвать классическим однозначно. Появился Баррис впервые аж в 1975 году. Когда вообще только на Мальдивах еще, соответственно, туризм только-только развивался. Это буквально, наверное, да, наверное, Баррис, если сейчас не ошибаюсь, он был третьим курортом на Мальдивах. Первым был, вот когда открылась, да, это на 72-й год. Это была Курумба, которая тоже принадлежит цепочке Universal. И третий отель – это Баррис. По как бы вот самому-самому сейчас историю берем, да, 73-й год. Вот. Кстати, хороший вопрос. Я не успела погуглить, кто у нас второй курорт. Если Курумба у нас первый, самый отель на Мальдивах, Баррис третий, кто второй, тоже такой любопытный вопрос сама себе сейчас задаю. Так вот, открылся он тогда в 73-м году как такая, ну, просто такой курорт. Четверка, уровня 4 звезды. До 73-го года, вообще, в принципе, в начале 20-го века. И этот конкретный остров, на котором, да, в дальнейшем появился в 75-м году отель Баррис, вообще был кокосовой плантацией. Там прям выращивали специально пальмы, ну, как бы две цели на самом деле – и кокосы добывать, и плюс их потом рубили на дрова, чтобы, соответственно, готовить на этих дровах, готовить, поесть. Вот так это было. То есть, исторически остров использовался для, как такая плантация кокосовых пальм. Вот. В 2005-м году, почему это важно? Потому что остров, вы знаете, будучи на нем, я удивилась, я очень редко где на островах вижу такого благородного, я не знаю, такого невероятного возраста деревья в хорошем смысле. То есть, это просто какой-то, ну, во-первых, сам пальмовый сад там у них сохранился, тут прям приходишь, там кафешка такая специально сделана среди пальм. То есть, настоящий пальмовый сад, пальмы примерно с виду им по 200 лет. Плюс на острове Баррес есть такие вот, к сожалению, не знаю всех названий деревьев, но есть прям деревья, которые вот ты подходишь, а-ля такой, знаете, как дубы, которые ты не можешь объять, вот несколько человек нужно, чтобы, соответственно, его обнять, это дерево. То есть, действительно, вековые, и не просто вековые, мне кажется, там, где-то по 200 этим деревьям, и это производит очень приятное впечатление. Вот это для тех, кто любит такую мощную, крутую, благородную природу. Вообще, такой прилагательный благородный меня сопровождал весь мой визит. То есть, Баррес действительно очень благородный, но сейчас мы тоже про все это поговорим, про детали, что и как там, про стили, про концепцию. Так вот, в 2005 году все здания на острове были снесены и построен, по сути, заново курорт тоже Баррес, но это уже, по сути, ну, как бы другие здания, другие рестораны, другие виллы, то есть все другое, все заново. Вот, также это остался отель Баррес, остров Баррес, но вот в 2005 году был полностью закрыт предыдущий четырехзвездочный курорт и построен новый отель, пятизвездочный уже Five Star Luxury, вот такой у нас Баррес. Так, что еще важно сразу я хочу подчеркнуть, пока мы там не перешли к виллам и к ресторанам и прочее, вот такая общая, да, информация. Баррес у нас от восьми лет, то есть для семей с детишками маленькими его даже не предлагается, то есть восемь плюс, курорт восемь плюс. Есть, конечно, у нас семьи с детьми, кто-то очень удобно, 25 минут на лодке Баррес выбирается порой, потому что, опять же, близко и очень такая приятная, красивая лагуна, купаться удобно, но для детишек ничего нет, об этом предупреждайте, ни как бы ни нянечек, ни толком меню, ни ничего. В общем, абсолютно ничего для детей. И курорт, еще раз подчеркиваю, от восьми лет, восемь плюс. Еще хочу, знаете, какую информацию дать вам? На всякий случай, я не знаю, на самом деле, насколько я имею право произносить имена конкурентов, но я думаю, что ничего страшного, учитывая, что мы с вами здесь профессионалы нашего дела и продаем, вот, для того, чтобы вам понять примерно вот что за продукт, его, с чем едят, условно говоря, с чем на уровне, наравне вы можете предлагать вашему клиенту. Это, опять же, кстати, Хувафенфуши. Хувафенфуши принадлежит нам же, компании Universal. Ну, по сути, это тоже, это вот один продукт такого же уровня. Это Хувафенфуши, это Six Sense Islam, тоже, наверное, всем известный отель. Отель Бакару, отель Кокоа Байкому и отель Мерихи. Вот эти отели, которые я сейчас перечислила, можно отнести в такую конкурентную сетку вместе с Барсом. Это вам для такого общего понимания, с чем как бы его, вот, с чем отель Барс сравним. Опять же, если будет нужно, я чуть позже повторюсь. 70, да, я вижу уже вопрос, очень хорошо. Кокосовые пальмы остались. Вот в том-то и дело, что часть из них осталась. Это невероятно, у меня есть фотографии, свои видео на телефоне, я ходила среди них, но ты просто поднимаешь голову, у тебя вот этот красивый пальмовый сад, такой, знаете, лучи солнца через него пронизывают эти пальмы. Это очень красиво. Вот. Отель открылся в 73-м году. Может быть, если я прошу прощения, если я вдруг где-то ошиблась. Да, прошу прощения, я, наверное, оговорилась. 72-й у нас Курумба, 73-й у нас Баррес, вот кто-то между ними еще успел открыться. Вот, так, идем с вами, друзья, дальше. Всего, значит, в Барресе давайте, наверное, перейдем, пройдемся, хочу чуть-чуть по виллам. Мы не будем очень подробно, но я хочу плюс-минус, да, рассказать, как и что. Кстати, сразу, пока не забыла, в Барресе есть волнорезы. Если вы погуглите, например, посмотрите на Google Maps сам остров, увидите, что вот остров, с одной стороны у него риф, домашний риф, кстати, риф шикарный, я сама делала снорклинг, про это тоже скажу. А в другую сторону острова уходит такая мелкая бирюзовая красивая лагуна. Вот, и волнорезы выстроены, они, кстати, достаточно далеко от берега, но я все равно о них предупреждаю, потому что у нас есть категория клиентов, которые волнорезы, вот им прямо принципиальны, есть они или нет. Волнорезы есть, но только со стороны рифа, где, соответственно, где у нас хороший снорклинг. Поэтому, если ваши гости не любят волнорезы, то их нужно селить просто со стороны, не где снорклинг, а где, соответственно, лагуна. Еще, кстати, тоже сразу вот на этом фото, просто как раз фото удачное, сейчас я еще раз немножко пройдусь по ним. Видно, вы знаете, как подчеркну пляж в Баросе, вот в Баросе нет какого-то широченного такого, знаете, как бывает прям вот широкие пляжи на мальдивских отелях, прям вот ты вот вышел из виллы, у тебя там еще такой вот прям, здесь такого нет, пляж достаточно узкий по всему периметру, как бы, ну плюс-минус, все равно тоже, не знаю, кому-то, может быть, это важно, стоит об этом предупредить. Это, наверное, чуть ли не единственная жалоба, которая бывает от гостей, что они как-то ожидали более широкие пляжи, но здесь их нет, здесь пляжи достаточно узкие. Вход в воду разный, сразу тоже оговорюсь, сейчас, не знаю, просто тут нет более, я выбрала презентацию, есть еще более, наверное, длиннющая есть у нас презентация, но она, правда, старая, там больше фотографий, вот, она у нас тут просто не пригрузилась, плюс она у нас уже устаревшая, не все видно. Я с удовольствием, кстати, предоставлю, дам свои контакты и пишите мне в WhatsApp, я вам поскидываю свои какие-то видеофото, я это делаю всегда с удовольствием. Вход в воду разный, с той стороны, где лагуна, где у нас нет волнорезов, там у нас прекрасный, такой, знаете, постепенный, мелкая, такая бирюзовая, красивая, песчаная лагуна. Со стороны домашнего рифа, там, где хороший снорклинг, вход похуже. Я, собственно, жила как раз со стороны рифа, не могу сказать, что мне не нужны были тапочки для купания, не могу сказать, что кораллов было чересчур много, их везде всегда можно обойти, но кораллы есть, камушки есть, об этом тоже, как бы, лучше, конечно, предупреждать гостей. Зато вот с этой стороны хороший снорклинг, но в чем сразу вот перейду сейчас к виллам, сказав о том, что абсолютно в любой категории виллы в Баросе есть возможность гостей поселить в разных частях острова, то есть любую виллу, какую ни возьми, любую категорию берешь, она у нас есть и со стороны лагуны, и со стороны снорклинга и так далее, то есть все виллы таким образом разбросаны, поэтому при бронировании, опять же, вы бронируете, допустим, через тот же Близ, вы пишете туда, что вот какая сторона вам нужна. Вот, либо гости любят снорклинг, либо гости любят очень-очень-очень хороший вход. Так, теперь мы сейчас, да, коллеги, я вижу вопросы про категорию номеров, с какой стороны, вот сейчас мы к этому перейдем. Как раз-таки, то есть в целом такая вот общая картинка, всего у нас, значит, размер острова сказали, 300 на 350, по цифркам общим, для, ну, такого, для понимания, всего в Баросе 75 вилл, они разделены на 7 различных категорий, 5 категорий находятся на песке, 2 категории водные, 2 находятся на воде, 3 ресторана и 2 бара, это вот так вот в целом общим по цифрам. Сейчас перейдем, пройдемся по виллам обязательно. Кстати, вот что мне запомнилось, что мне понравилось и удивило, в Баросе, вообще в помещениях, но чаще больше в виллах, они какой-то разработали, купили, не знаю, что-то, у них какой-то свой Барос аромат. Он, во-первых, конечно, очень вкусный, я думаю, что девушки особенно поймут, он прям вот цепляет и как-то, я не знаю, там, может быть, опять какие-нибудь афродизиаки или что там, но, в общем, у Бароса есть свой аромат, который они, они не раскрывают секрет, что это, и они его используют для ароматизации, там, за подушек, еще чего-то, в общем, в виллах вот есть какой-то свой специфический Барос аромат, очень вкусный, вот, очень такой прям расслабляющий. Так, ну, поговорили в целом про весь остров, конечно, мы сейчас еще вернемся в конце к снорклингу, я обязательно вообще после всего рассказа подчеркну, какие все-таки вот USP, да, Unique Selling Points, какие-то такие параметры, отличающие Барос от других. Что хочу сказать про виллы. Коллеги, да, к Рифу чуть позже, он очень живой, он очень живой, сейчас расскажу. Виллы у нас, как я сказала, 75 штук всего, делятся на 7 категорий, их мы, условно говоря, делим на 3 такие типа, вот, это удобно для того, чтобы это запомнить. Есть начальный тип, начальные категории, есть пул-виллы, и есть премиум категория. Значит, начальный вот этот уровень, там у нас просто все виллы без бассейна, пул-виллы – это виллы с бассейном, которые похожи на начальный уровень, но у них еще бассейн, и премиум сегмент – это уже люкс и резиденция. На начальном уровне у нас 3 типа виллы. Это делюкс вилла, баррес вилла, уотервилла, вот их 3. Они все без бассейна. Вот сейчас у нас на фото баррес вилла. Нет, прошу прощения, делюкс вилла, ошиблась. Вот, все виллы, что вот немаловажный такой нюанс, тут сложно сказать, вот хочу сказать про реновацию в барресе, она не была как-то сделана вот прям вот вся в один год. Виллы реновировались в 17-м году какие-то, какие-то в 18-м году и в 19-м году. То есть в них реновация, она была вот таким образом разделена. Поэтому, ну, тут можно смело говорить, что отель достаточно свежий. Это совершенно точно. Я, по-моему, посетила практически каждую категорию виллы в итоге, пока была в барресе. И хочу сказать, что усталости или чего-то такого от отеля нет. Это на всякий случай я, ну, тоже передаю вот эту информацию, чтобы не было вопрос, там, а баррес может быть старый, а в 2005 год постройка, бла-бла-бла. Нет, реновация была, просто разные категории реновировались в разные годы. И вот Deluxe Villa – это наша такая самая первоначальная категория, самая первая. И она у нас… Сейчас, подождите секундочку, я посмотрю, что у меня на следующем кадре, чтобы мне… Да, давайте, вот на нем, вот она, Deluxe Villa. Они реновировались, все Deluxe Villa в 17-м году. Собственно, не так уж давно, 4 года я была в них вполне очень хорошим таком состоянии. Их у нас 24 штуки. И тут как раз вот для удобства, сейчас покажу, где они находятся. Видите, на карте прямо даже такая презентация, она в этом смысле удобная. Опять же, ваши гости. Вот вы бронируете Deluxe Villa, самую первоначальную категорию в отеле. Вы можете указать, с какой стороны вы хотите поселить, соответственно, ваших гостей. Вот, то есть можно, видите, как указано, вот нижняя самая стрелочка слева, это как раз там снорклинг, самый лучший снорклинг, вот там он происходит. Вот, самая верхняя стрелочка – это прям непосредственно лагуна, прям бирюзовая, песчаная, песчаная красивая лагуна. Так, в общем, таким образом они разделены на три разных локации, поэтому можно всегда указать, где хочется находиться. Так, они у нас примерно 89 квадратных метров, но тут тоже все эти цифры есть в интернете, поэтому я сильно не хочу на этом задерживаться. Что мне, кстати, понравилось вообще, в принципе, во всех виллах в Баросе, везде всегда убрана, спрятана техника. То есть у меня, я сейчас не помню, какая категория вилла, у меня была как раз, по-моему, Барос вилла. Вот, вот этот, видите, такой диванчик, который напротив кровати, вроде как такая, ну, не знаю, как диван, да, софа. Вот, поднимается крышка, и там такой модный, классный экран. Можно, соответственно, смотреть телевизор. Мне нравится такой формат, когда, мне кажется, есть гости, которые, уезжая на Мальдиву в отпуск, хотят какой-то такой, может быть, digital detox или как это правильно назвать, и не видят никакую ни технику, не знаю, ничего такого современного. Вот, есть такая опция. Вообще я люблю, когда в отелях либо за картинами прячется телевизор, либо вот как здесь в Баросе, вот в этом диванчике. Да, здесь еще раз мы сейчас говорим с вами про категории вилл без бассейна. Их три. Deluxe Villa, Bars Villa, Water Villa, они без бассейна. Это наш такой начальный тип вилл. Все равно, правда, размер у них немножко разный. Так, например, Барос Villa, да, который мы сейчас смотрим, у них тоже несколько локаций. Их, кстати, у нас восемь штук в данной категории. И они 103 квадратных метра. Они побольше, значительно. Не то, чтобы значительно, но побольше, чем Deluxe Villa. Вот, и у них, сейчас скажу, у них две, да, две локации. Вот вы видите, где находятся Барос Villa. Водные виллы – это наша такая третья начальная категория. Водные виллы тоже у нас есть без бассейна. Вот про них я сейчас, собственно, тоже покажу вам их. У них тоже несколько, сейчас посмотрим чуть на следующем кадре. Они тоже расположены с двух сторон. То есть, с одной стороны, хороший снорклинг. Вы видите, такой как бы справа, там такой обрыв начинается. И слева водные виллы смотрят в лагуну. И, соответственно, там более такое приятное окупание. В общем-то, тоже можно выбрать. Какая глубина сводных вилл? Вы знаете, примерно, сейчас скажу. Конечно, на Мальдивах бывают отливы-приливы, но в Баросе они практически незаметные. Но, наверное, вот для плавания очень комфортно. То есть, можно нырнуть, условно говоря, бомбочкой, например. Можно стоять на дне. То есть, примерно, ну, как бы у меня средний рост, где-то по грудь, вот так вот по шейку, может быть. Вот. По крайней мере, так было, когда я была в летом в Баросе. Вот. Может быть, там вода немножко меняется. Тут я боюсь сказать. Но вот примерно так. Так, если у вас это принципиально будет, кстати, момент, вы будете бронировать водную виллу, найдите меня. Я спрошу у коллег. И мы прям замеряем вот эту вот глубину, потому что мало ли там океан куда-то ходит. Так. Это наши водные виллы. Это все была сейчас начальная категория. Быстренько пройдемся. Тут сейчас уже, коллеги, не так долго про категорию. Дальше. Вот то, что я говорю, такой средний уровень, да, неначальный уже. Это там туда входит у нас две категории номера. Барос полвилла и ватер полвилла. По сути, барос полвилла – это та же барос вилла, но к ней добавляется бассейн. И, соответственно, там такая большая территория, такая дек, как это, господи боже мой, по-русски, деревянный настил с бассейном. То есть есть такой свой садик и вот такая вот терраса. Это барос полвилла. Их у нас восемь. Они, по большому счету, отличаются от барос вилл только наличием бассейна. Вот тоже их расположение указано на карте. То есть тоже не могу сказать, что вот в лагуну они не выходят, как вы видите, но плюс-минус вот вход в воду справа чуть лучше, чем снизу. Так, и ватер полвилла – это наша такая еще одна такая средняя категория уже с бассейном. Точно так же выглядит примерно, как водная вилла. Опять же, сейчас не рассказываю подробностей, потому что всех их можно найти, все эти картинки в интернете, где угодно. И плюс, если, опять же, при бронировании, вот если вы какую-то категорию бронируете, вам очень важно посмотреть, как это все вживую смотрится внутри, там и так далее. Я вам это с удовольствием пришлю, видеофото изнутри непосредственно. Вот. Сейчас момент. Да, наши водные виллы, соответственно, добавляется бассейн, добавляется вот эта большая терраса, они просто такие, скажем, чуть больше площади. Тоже расположены, обратите внимание, видите, как в нескольких сразу местах, то есть плюс-минус можно поближе к лагуне поселить, можно поближе к стоплингу поселить, тоже вид плюс-минус тоже получается разный. Вот водные у нас виллы, все водные виллы у нас реновировались в 2018 году. То есть тут как бы вот так вот. Не про все, кстати, категории я могу четко сказать, в каком году реновировалось, но раньше, чем в 2017 год, нет ничего. То есть в 2017 часть, потом в 2018, и в 2019 еще оставшаяся часть. Ну, естественно, когда отели были закрыты в 2020 году, в основном все были закрыты, то Баррес тоже какие-то мелкую реновацию проводил. Так. Сейчас, друзья, перейдем. Да, здесь у нас как раз вот водные виллы с бассейном. Они просто находятся, по сути, в самом конце вот этих мостиков. И тоже, в общем-то, наверное, если, может быть, визуально не очень понятно, их больше именно в сторону снорклинга, неже в сторону лагуны. Дальше следующая категория. Собственно, осталось две категории. Это Баррес Люкс, Баррес Суит. Их у нас четыре штуки. И резиденция. Вот, Баррес Люкс. Тоже не знаю, насколько фотографии передают. Тут уже возможность есть сделать вторую спальню, причем полностью перекрыть ее дверьми такими от основной спальни. Это гостиная. Собственно, гостиную мы очень часто переделываем под спальню. Двери закрываются. Есть основная спальня. И есть вторая спальня, которая переделывается из гостиной. Туда можно поставить, например, две раздельные кровати. И, соответственно, будет уже вместимость, ну, то есть, четыре человека, как минимум. Так, сейчас, коллеги, чтобы не ошибиться. Да, вот Баррес Люкса реновировались тоже. У меня есть информация. Реновировались полностью в 2018 году. Здесь, кстати говоря, вот еще тоже не сказала, практически в каждой категории вообще любого, любой виллы в Барресе есть возможность, как вы видите, да, выбрать не только локацию на острове, но еще у них есть такая фишка, мне прям показывали. У них вот одна и та же вилла может быть. У одних больше приватности, прям вот кусты-кусты, но ты не видишь море. Но зато ты можешь, что он говорит, ты можешь ходить голый. А второй вариант, ту же самую виллу берешь, прям видно воду, видно вот такой проход к воде, кустов чуть поменьше, меньше приватности. Тут, опять же, при бронировании вы просто указываете, вам больше приватности или вам нужно меньше приватности, чтобы было видно воду. Практически в любой категории номера, все я их смотрела, есть такая опция. Можно выбрать с большей приватностью, можно выбрать с меньшей приватностью. Ну, в Баррес, в Люксах Баррес тоже все это есть, тоже можно выбрать. Действительно, там практически не видно воду, зато кусты, прям я как раз смотрела, по-моему, вот такой вариант более приватный. Очень классно, да, воду не видно, зато ты в таком вот лесу, ты прям в своем саду, тебя не видно, не слышно ничего. Так, сейчас, секундочку, я просто, чтобы не забыть. Там очень классно, у них такие качели. Вот, есть, кстати, на террасе в Баррес-Люксах, есть функция джакузи в бассейне. И бассейны еще вечером, когда темнеет, у них такие, подсветочка, такие как бы как звезды. Вот, и самая наша такая высокая категория номера, она вот Баррес-Люкс находится, вы видите, да, где сейчас они показаны стрелочками. Самая высокая категория – это Баррес-Резиденция. Она у нас всего одна. У меня тоже есть полное видео изнутри, огромное пространство. При этом, да, 270 квадратных метров. И она как раз была реновирована. Это самая-самая новая категория. Она реновирована была полностью. А может быть, даже не реновирована. У меня такое ощущение, что они полностью построили, может быть, объединив что-то. Потому что она прям навьё-навьё в 2019 году создали вот эту Баррес-Резиденцию. Из такого, из плюсов в нее включены еще всякие плюшки. То есть, например, для гостей бесплатно есть экскурсия. Там, по-моему, на выбор. И есть такой необычный завтрак на пьяно-дек, как это называется. Это некая такая платформа в виде пианино, которая стоит в лагуне. Мы сейчас к этому тоже вернемся. Я отдельно про это скажу. Это такая фишка Барреса. И вот как раз, если гости ваши проживают в резиденции, у них есть опция. Не опция, точнее, у них есть бесплатные завтраки вот на этой платформе. Так, идем дальше. Да, наверное, вот самая-самая наша новая резиденция. Вот тут тоже очень много фотографий. Еще расскажу, кому нужно. Я предоставлю свои видеофото изнутри, поэтому я ее все очень хорошо изучила. Находится она вот с правой стороны острова у нас. Кстати, очень приватное место у нас. Вот если вы видите на карте слева, вы видите такой беленький, такая беленькая пимпочка. Но это, правда, очень такая фотография издалека. Это ресторан «Маяк». И там как раз рядом с рестораном «Маяк», здесь не очень понятно на карте, сконцентрированы все рестораны. Вот, соответственно, все, что далеко от ресторанов, это вот эта правая часть. И водные виллы тоже у нас достаточно далеко от ресторанов. Хотя я не могу сказать, что там какой-то шум или что-то гам, да, что там некомфортно жить. Вполне себе комфортно жить близко к ресторанам. Но вот резиденция у нас в самом таком приватном углу. И, кстати, категория, которую вот я изначально о ней говорила, бар с полвиллы, например, да, которые попроще, просто бар с виллы, но с бассейном, они у нас тоже как раз-таки расположены поближе к вот этим всем высоким категориям. То есть, в принципе, все, что если выбирать, то лучше жить, ну, считается, как бы, да, все высокие категории вилл в барсе, они вот отнесены подальше от ресторана. Ну, так, для ориентира. Так, здесь я хочу еще вот как раз сказать про интересные локации в барсе, где мы вообще гостям делаем всякие сюрпризы, где мы делаем свадьбы, где мы делаем за доп. плату какие-то приватные завтраки, ужины, коктейли и так далее. Есть несколько интересных локаций. Сейчас я прямо их, значит, назову. Во-первых, здесь, правда, очень неудачная фотография. Вот нижнее правое фото. У меня есть прямо непосредственно видео этой платформы, как раз вот та самая PianoDec. Где-то метров на 400 как раз вот в этой лагуне, которая у нас там рядом с Баросом, стоит такая, такое а-ля пианино деревянная. Почему пианино? Потому что там сделаны такими ступеньками, лесенками, сделана сама платформа, и на ней еще развиваются белые флаги. Очень красиво, очень такое какое-то атмосферное место. Стоит прямо непосредственно в лагуне. Туда, соответственно, мы гостей привозим на лодке. И мы это место, подчеркну еще раз, что те гости, которые живут в Барос-резиденции, у них завтрак, может быть, на вот этой платформе бесплатно, но для всех остальных платно. На этой платформе мы делаем и коктейли, и, не знаю, какие-то церемонии, завтраки, приватные ужины. То есть там действительно ты находишься в лагуне на этой платформе далеко как бы, ну, ты остров видишь, но метров 400 примерно до него. Плюс у Барса есть невероятные совершенно 5 минут езды на лодке, даже меньше. Есть отмель, кругленькая, красивая отмель. То есть у них не своя отмель, она как бы, да, бывает, когда от отеля такая раз-раз-раз коса пошла отмель. Здесь она отдельно, она находится тоже как бы где-то вот недалеко от Барса. Единственное, что я на ней, к сожалению, не была. Но говорят, что очень красивое место, то есть она кругленькая, во-первых, она невероятной формы. Может быть, можем попробовать ее найти на картах, где-то Google Maps. Там мы тоже, туда мы вывозим, соответственно, ты на маленьком песчаном острове, абсолютно на такой вот отмеле, круглой, круглой, очень красивой формы. И там мы тоже делаем и свадебные церемонии, и тоже можем вывести на завтрак, ужин. Вот тут как раз на левом фото видно, как организован ужин на вот этой вот кругленькой отмеле. Так, сейчас, не забыть, не забыть, может, еще какие-то. Это, наверное, самые такие вот, я вам перечислила, самые яркие локации, которые есть у Барса. Вот так это выглядит, да. Это та же самая кругленькая отмель. Два слова хочу сказать про спа. Я обычно, кстати, про спа в отелях мальдивских не рассказываю, потому что они везде прекрасны, но в Барсе спа меня поразил. Во-первых, спа расположен в таких вот буйных, буйных, серьезных джунглях. Каждая спа-комната стоит отдельно. Мастера вообще фантастические. Наверное, я фанат массажей, я делаю их везде, в отпусках, в командировках, в Москве, где угодно. В Барсе я запомнила. Это был просто, наверное, лучший массаж в моей жизни. Супер мастера, прям видно уровень. И, то есть, очень рекомендую вашим гостям обязательно посещать спа в Барсе. И то, что мне еще понравилось, что в каждой спа-комнате есть свой маленький хамам. Тоже такой я видела, наверное, в первый раз. Такое маленькое помещение, все в плиточке, хамам. То есть, можно принять, зайти вдвоем, там, несмотря на как процедуру делаешь, или ты один, или вдвоем парой, зайти в этот хамам перед процедурами, либо, соответственно, после процедур. Ну, я уж не говорю про сами спа-комнаты, где стоит и ванная такая каплевидная. И, в общем-то, по красоте просто, ну, что-то такое зашкаливающее. Вот. Ну, такие вот два слова мне хотелось про спа сказать. Там он действительно мне запомнился. Давайте, коллеги, мы вернемся сейчас к вашим вопросам обязательно. Я очень хочу про... Да, вижу... Давайте сразу про сплит-стей, чтобы не забыть. Смотрите, в цепочке Universal, да, все наши восемь отелей, мы разрешаем сплит-стей и с нами, между нашими отелями, и с отелями любыми другими на Мальдивах. Но нужен ПЦР-тест, к сожалению или к счастью. То есть, если вы приезжаете в один из отелей, тот же Баррес, вы приезжаете откуда-то, не из аэропорта, не прилетели ваши гости только что вот из там, да, международный рейс, а именно из другого отеля, то Баррес принимает с отрицательным ПЦР-тестом. Если вам нужно после Барреса куда-то, то в Барресе можно сделать ПЦР-тест, стоит 60 долларов на человека. У нас, по-моему, я сейчас не ошибаюсь, во всех, абсолютно во всех отелях цепочки 60 долларов на человека стоит тест. Ну, если вот тут тоже такой момент, вот эти все, особенно цены теста, так как это третья компания, которая оказывает эту услугу, сторонняя, то цена может измениться в любой момент, ее лучше перепроверить ближе к делу. Это я такой совет как бы общий даю. Стоимость спа тоже все, Оль, все есть. Я сейчас так вот не назову, потому что там огромное количество процедур. В общем-то, цены мальдивские, они никогда не были низкими. Вот, может быть, там, не знаю, массаж порядка 100 долларов, может, чуть меньше, может быть, чуть больше. То есть очень тоже разные массажи, они и подлиннее по всему, по названию очень разные. Если я сейчас не ошибаюсь, на сайте Барреса должны быть у нас спа-меню, прям, по-моему, даже с ценами. Я должна буду это перепроверить. Давайте про рестораны. Очень хочу сказать про кухню в Барресе и про рестораны, и про типы питания. Это отдельная история. Предыстория такова, что, посетив все отели цепочки и универсу, когда я их смотрела, я двум отелям прям вот готова. И с Одном Мальдивах, я так и сказала, если на Мальдивах был Мишлен, то вот есть у меня отели, которым как минимум одному ресторану можно присвоить прям Мишленовскую звезду смело. Это отель Баррес и отель Кандолу. Ну, это про Кандолу мы сегодня не говорим. В отеле Баррес вот как раз-таки три ресторана, и один из них – топовый ресторан «Маяк», «Лайтхаус», который сейчас на нижнем кадре. Во-первых, он невероятно красивый, это просто невероятно высокая кухня, это гастрономия, это прям по подаче, по… я даже не знаю, как это все, по качеству, по уровню, по тому, как это все происходит. Это прям Мишленовский ресторан. То есть это прям высокая кухня для любителей высокой гастрономии, однозначно. То есть Баррес, он в этом смысле, конечно, по питанию прям на уровне очень высоком. Так, давайте сейчас скажу про рестораны, чтобы тоже нам все это не забыть, что у нас, какие, как и что. Так, сейчас, друзья, я положу лишнее, на всякий случай, у меня тут всякие подсказки, знаете, чтобы особенно в цифрах не ошибаться. Да, три ресторана, два бара, как я изначально сказала. Эти рестораны называются у нас «Лайм», «Кайен» и «Лайтхаус». «Лайм» – это ресторан, где происходит, условно говоря, основной. Там у нас и завтраки, там у нас и, в общем-то, all-day dining такой, там можно всегда и пообедать, и поожинать. Ресторан «Кайен» – такое модное название у нас. Больше такое, это прям там и мясо, и гриля очень много, свежее тоже сифуд. В ресторане «Кайен» есть отдельная Тепаньяки-станция, которая на 8 мест можно забронировать, обязательно по предварительной броне. И еще тандури. То есть Тепаньяки – это как бы больше такая Япония, а тандури – это у нас Индия. То есть там два индийских шефа в этой огромной тандури-печи тоже какую-то индийскую кухню готовят. То есть «Кайен» у нас такой, он многогранный. А в «Лайме» не сказала ресторан «Лайм», который как бы как основной, там, где происходят завтраки, там больше, если это говорим про ланч или ужин, там больше такая, господи, медитеррениан кухня. Тайская тоже есть, тоже, кстати, индийская есть, но всякая интернациональная, в общем, разная кухня. Средиземноморская, вот забыла слово. И третий ресторан, как раз вот про него я сейчас начала, это ресторан «Маяк», «Лайтхаус», который вот на кадре снизу, он просто… Во-первых, кстати, на любом питании у нас, если у нас, соответственно, ужины включены, то ресторан «Маяк» можно посещать только раз в четыре дня. То есть тут есть ограничения. Сейчас тоже об этом поговорим. Здесь у нас такая уже высокая кухня, больше с французским уклоном, в ресторане, соответственно, «Маяк». Так, что хочу сказать про типы питания. Четыре типа питания в ресторане, в отеле «Барс». Прошу прощения, заговариваюсь. «Би-би», когда включены только завтраки, «Эч-би», когда включены только ужины, «Эч-би», «Дайн-а-раунд», когда только ужины, но можно в любом ресторане поужинать. То есть фуллборда нет, такого понятия, как фуллборд, нет. «Эч-би», «Дайн-а-раунд» и «Ол-инклюзив», «Ол-инклюзив», который называется «Барс Дилайт». Есть отдельное название «Барс Дилайт». Тут тоже, в принципе, у меня есть все эти описания. Если они вам нужны, я скину, но я коротко скажу, что если, соответственно, завтраки только в «Би-би», то у нас завтрак происходит в ресторане «Лайм». Кстати, завтрак очень классный. Мне он очень понравился. Во-первых, огромная, достаточно большая, полноценная буфетная линия, но при этом на буфете только холодная. Все горячее отдельно по меню. Вот, что тоже для меня всегда важно. Есть и игристые. По-моему, в «Барсе» у нас два вида просека. С утра предлагаются, естественно, всякие нарезки, супер просто вкусные фрукты, детокс соки отдельно, отдельно еще в бутылочках стеклянных свежевыжатые соки. То есть очень завтрак такой красивый, полноценный. И горячее, я помню, кстати, в «Барсе», я не знаю, это антиковидная мера или так было, но это, в принципе, модно-современно, используется в любом ресторане, в любом, не знаю, кафе, ты приходишь, в баре точнее, когда ты просишь меню, то есть не используется бумажное меню вообще, приносит такую деревяшечку, на ней QR-код, и просто камерой телефона наводишь, и у тебя прям раз сразу открывается в телефоне меню. Ну, в принципе, так очень мне понравилось. Не знаю, может быть, это временная мера, но она достаточно удобная и какая-то вот такая вот правильная. То есть не нужно трогать бумагу, вообще лишено что-то трогать. Вот, то есть завтраки горячие у нас в «Барсе» по меню, то есть завтрак готовится отдельно для гостя, непосредственно горячий готовится для гостя, а, соответственно, холодное все у нас на линии. Значит, если у нас хавборд, то есть если у нас включены еще ужины, то, опять же, завтрак там же в ресторане «Лайм», ужин будет, это будет трех, как это, три позиции в меню, это будет «Три корс дина» в тоже, в, соответственно, в ресторане «Лайм». Но если гости хотят перейти в ресторан «Каен» или в ресторан «Лайтхаус» «Маяк», то 30% скидка на еду, на меню, на еду. Если это хавборд «Дайнераунд», тут тоже, честно, немножко, чтобы не перепутаться, поэтому так скомканно говорю, если это хавборд «Дайнераунд», то есть на обычном хавборде у нас один ресторан включен, остальные 30% скидка. А на хавборд «Дайнераунд» у нас уже завтрак, понятно, в основном ресторане, а ужин уже в любом из трех ресторанов. Но с условием, что один раз ты можешь в четыре дня посетить ресторан «Маяк». Так, и «Барс Дилайт» – это «All Inclusive», который называется просто своем названии. Соответственно, это и завтрак, это ланч, тоже там несколько опций под ланч, несколько опций под ужин, точнее, ужин можно практически везде. Огромное количество напитков туда включено. Но все равно, правда, ресторан «Маяк», он тоже с тем же самым условием один раз в четыре дня можно посетить. Вот, любые напитки в баре, и, в общем, как бы практически все напитки везде всегда включены. Тоже, если нужно описание, я с удовольствием пришлю, описание отдельное есть. Так, здесь вроде ничего не перепутал. Русскоговорящий персонал – тоже немаловажный нюанс. Он у нас есть, правда, это один человек, это Алена Дворецкий Батлер. Просто невероятный уровень профессионалов. Мы стараемся, естественно, русскоговорящим семьям предоставить именно ее. Тут я хочу еще подчеркнуть, что, да, у Бароси есть, у каждой виллы есть Дворецкий. Причем он как-то, я не знаю, такая, я раньше не знала, что есть, как бы не замечала такой системы, что Дворецкий оставляет свой WhatsApp. То есть можно с ним общаться в WhatsApp. Мне кажется, просто раньше это было немножко не принято, но сейчас уже принято. В Баросе тоже есть такой формат. Можно с Дворецким общаться в WhatsApp. Вот, то есть есть его имя, все ты знаешь своего Дворецкого. Он себя, собственно, встречает, провожает виллу, все показывает. Так, и, наверное, теперь мы хочу с вами, сейчас буду отвечать обязательно на ваши вопросы. Мы еще у нас с вами розыгрыш приза. Сейчас, главное, это не забыть. И я хочу обязательно подчеркнуть все-таки, чем как бы Барос, да, в чем его отличительные черты. Так, сейчас, друзья, давайте вопросы ваши посмотрим. Пам-пам-пам. То есть если вообще в целом говорить про отель Барос, про его какие-то уникальные качества, тут я еще раз подчеркну, это его история, то есть его локация, история вот этот вот зеленый, невероятно вот этот благороднейший, особенно по природе, остров. Это высокая гастрономия, это вот этот ботанический, отдельно ботанический пальмовый сад, и это домашний риф. Значит, про домашний риф. Во-первых, он находится достаточно близко к берегу, то есть он находится с одной стороны, там, где волнорезы, там, где у нас, соответственно, чуть похуже вход в воду. Он достаточно близко, то есть снорклинг делать удобно. Если ваши гости приехали и хотят поснорклить, им будет очень удобно, то есть напялил на себя все эти маски ласты, и пошел прям пешочком чуть-чуть пошел, пошел в воду, поплыл, и, собственно, вот он уже практически риф. Безумно красивый обрыв. Вот тот обрыв, который я очень люблю, когда прям вот эти вот кораллы увеличиваются, и ты видишь, у тебя это мелко, как бы вроде под тобой, и тут вот этот вот обрыв в бездну, в такую синюю темную бездну, бояться не нужно, там у нас нет течения, там достаточно безопасно, соответственно, если погода хорошая. В плане животных я там увидела всех, там были рифовые акулы, там были черепахи, черепахи, которые что-то ели, потом рядом с тобой всплывали на поверхность, набирали воздух, ныряли обратно, там были все виды рыб, там были скаты, то есть снорфинг действительно в баросе шикарен. Да, все, что для снорфинга, у нас на любом питании в баросе бесплатно. Так, а лайтхаус для всех типов питания за доп. плату? Сергей, вижу вопрос. Нет, лайтхаус у нас просто он включен раз в 4 дня, но он включен на питание максимальном all-inclusive и на питании HB, который Dine Around. Вот не первый HB, где только просто ужин в одном ресторане, а где HB Dine Around. Вот, на двух высоких типах питания лайтхаус включен, но в него можно 1 раз в 4 дня. К сожалению, вот есть такое ограничение. Так, что я еще вам не рассказала? В баросе есть сумасшедший музей. Вот это немаловажно. Сейчас пока не смотрю вопроса, хочу про музей сказать. Есть там у них такое здание, как раз там в нем магазинчик на первом этаже, один из баров тоже на первом этаже. На втором этаже музей. Совершенно аутентично, нероятное место. Такой прям второй этаж, там, по-моему, даже две огромные комнаты, там же библиотека. Он как раз, этот музей находится рядом с вот этим пальмовым садом, практически, по-моему, в нем. Вы знаете, чем хорошо? Во-первых, там стоят вот эти все экспонаты. То есть у тебя полное ощущение, что ты где-то в каком-то, не знаю, мальдивском городе зашел в национальный музей. Вот так как бы. Хотя понятно, что на Мальдивах толком там города все такие, как Малия. Вот в Малия, насколько я не знаю, коллеги, вы были или нет, я была в Малия, мне пришлось там жить. Там, честно говоря, некомфортно. Поэтому если у вас гости едут на Мальдивы, и они хотят прикоснуться к истории Мальдив, то им не нужно ехать в Малия, искать там какие-то такие исторические места музея. Вот как раз при бронировании отеля Барас в Барсе можно посетить прям настоящий Мальдивский музей. Там всякие штуки, как они готовили, как они что-то добывали, раскапывали, как они еще что-то делали. То есть там все эти прям штуковины стоят, по ним видно, что они очень, что им много-много лет, если не веков, всем этим приспособлением. Плюс там есть историческая такая старая карта Мальдив в этом музее. То есть место действительно очень красивое, аутентичное. Очень советую тем гостям, которые хотят прикоснуться к истории Мальдив. Так, сейчас давайте, может быть, пройдемте по вопросам. Может быть, заодно я вспомню, что чего-то я вам не сказала, потому что мы, в принципе, подходим к концу. Сейчас обязательно будет розыгрыш. Так, я листаю вопросы. Вы знаете, я вижу вопрос про самый лучший вход в воду. Он со стороны лагуны. Просто со стороны лагуны у нас практически все типы вилл есть. Это тоже, опять же, можно вот эту презентацию ее, я могу вам ее прислать, там прям с этими стрелочками очень удобно. Практически все, особенно вот первоначальные, как раз наши, такой начальный уровень, Делаксвилла, Баррисвилла, Вотервилла, они все есть. Ну, Вотервилла, понятно, на воде, они как бы не в счет, у них и так хорошо. Вот, Баррисвилла, Делаксвилла, все есть с подходом к лагуне как раз. Так, про сплитстей мы поговорили. Сейчас момент, листаем дальше. На русском языке, к сожалению, прям непосредственно меню нет, но еще расскажу, есть русскоговорящий персонал. Меню все на английском языке. Да, вижу вопрос, три ресторана открыты на вечер. Все три ресторана вечером открыты, за исключением каких-то, может быть, событий, которые происходят в отеле. Вообще все рестораны открыты. Их всего три, поэтому их как бы стараемся не как, ну, то есть они открыты, да, каждый вечер, чтобы тех гостей, которые, соответственно, да, на All-Inclusive, либо на HB, которые с Dine Round'ом, то они могли, гости могли выбрать, где им поужинать. Программу лояльности как таковой у нас официальной для отеля сети Universal нет, но если вы много бронируете Мальдивы, вы можете вообще, в принципе, вы можете запросить данную вещь, какие-то бесплатные ночи для себя. Лучше это делать через партнера Близз, соответственно, вот им, во-первых, как картина видна лучше, какое количество у вас ночей. То есть, в принципе, все зависит индивидуально от того количества, которое вы бронировали. Особенно если, ну, речь про наши отели, если вы набронировали бары, то, конечно, можно смело попросить там какой-то спецтариф или бесплатные ночи. Ну, обычно это спецтариф. Тоже все еще очень зависит от сезона, от количества ночей забронированных, то есть есть нюансы. Так. Детская комната нет. Еще раз подчеркну, что для детей вообще ничего нет. Даже я бы сказала, что в меню вот нет такого понятия, как детское меню отдельно. Конечно, если гости приехали, у них там ребенок там 8-9 лет, да, у нас от 8 лет, я еще раз подчеркиваю, то как-то можно попросить там шеф-повара что-то сделать такое для ребенка, сделают без каких-то доплат, вообще без проблем. Но вот прям для детей нет ничего. Просто даже поэтому не перечисляю, чего нет, потому что нет ничего. Так. Друзья, давайте, может быть, если еще есть вопросы, я сейчас... Будет ответственный момент. Я задам вопрос. Вопрос такой, как бы, он, с одной стороны, простой, и в любом случае нет смысла задавать какие-то суперсложные вопросы. Вот. Кто первый ответит правильно? Я думаю, что мне сейчас модераторы помогут тоже определить этого человека. Соответственно, тому я презентую. Давайте скажу, что это будет ваучер на две ночи в отеле Баррес на двоих на питание хаффборд полупансион. И трансферы туда тоже включены. То есть лодка, трансферы туда-обратно тоже включены. Две ночи на двоих в отеле Баррес на питание хаффборд полупансион. Так, коллеги, давайте разыграем этот ваучер, после чего, если вдруг еще какие-то вопросы останутся, я с удовольствием на них отвечу. Итак, вопрос такой, ну, чуть-чуть с подковыркой, но в целом несложный. Я в самом начале говорила, что у нас отель Баррес входит в цепочку Universal Resorts, и потом я еще сказала, что он входит в некую ассоциацию отелей, такая международная ассоциация отелей. Назовите ее, пожалуйста. Да, ответы посыпались, ответы посыпались правильные. Андрей, я вас тоже прошу, это мой волшебный помощник сегодня, посмотреть, чей ответ правильный был первый. Так, пытаюсь листать, просто очень много ответов. Коллеги, спасибо вам огромное. Вы, во-первых, помните, знаете, во-вторых, как быстро среагировали. Вот я вижу, Анна Жданович, могу ли я быть, надеюсь, что я права. Андрей, подтвердите, пожалуйста, если... Потому что мне еще, знаете, как мне нужно будет контакты этого человека обязательно, потому что, во-первых, я должна выслать... Да? Если это Анна, Анна Жданович, у меня, по крайней мере, видно так. Анна, если это так, я вас поздравляю. Мне обязательно нужны ваши контакты. Это почта, желательно еще телефон на всякий случай. Я вам пришлю ваучер, ну, и, в общем-то, и так далее. Надеюсь, что все верно. Друзья, ну, так как у нас уже посыпался ответ на вопрос, я среди... не вижу дальше больше вопросов каких-то по делу от вашей стороны. А, я обещала отправить свои контакты. Прошу прощения, не сделала этого, друзья. Пишу мой WhatsApp. И пишу свою почту. Прочтение сейчас немножко тут. Чтобы не ошибиться. Почта у меня длинная, но отсюда ее просто можно будет скопировать. Вот, спасибо всем огромное. Да, телефон вроде все правильно указала. WhatsApp, он более удобен для того, чтобы вы писали мне туда, либо можно, кстати, голосовыми, как угодно. Я с радостью вам просто какие-то дополнительные материалы туда скину. Это даже происходит быстрее, чем в почту. Вот, особенно если у вас какая-то бронь в конкретную категорию, вы в чем-то сомневаетесь, не сомневайтесь, спросите меня. Я вам покажу, расскажу, что и как уже более подробно. Вот, друзья мои, я очень рада была сегодня этой возможности побывать на площадке профессиональной профи-тревел. Спасибо отдельной компании, принимающей Близмолдов, с нашим очень таким лояльным партнером. Спасибо огромное за эту возможность рассказать про отель-бара. Сбронируйте, обращайтесь, буду рада помочь. Всем хорошего настроения. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok